Привет, мои хорошие! Спасибо, что вы смотрите мой канал. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что из косметических продуктов у меня за последнее время появилось нового. Набрала я целую вот такую вот снова корзинку. И расскажу сначала о декоративной косметике, ее будет не так много. И потом расскажу о своем обновленном уходе за лицом. В первую очередь мне хочется показать вам два карандаша, которые меня безумно порадовали своим качеством, безумно порадовали своей носкостью, стойкостью. Вообще всем я таких карандашей еще не встречала и не пробовала. Я все хотела попробовать карандаши Urban Decay, но решила начать с карандашей от NYX. И у меня в двух оттенках такой вот великолепный бирюзовый мерцающий карандашик и серебристый стальной прям для высветления уголка глаза я его брала. А бирюзовый я брала для того, чтобы использовать для каких-то макияжей и наносить на водную линию. Линейка это супер мягких, стойких карандашей. Когда вы наносите карандашик, он сначала, во-первых, он очень мягкий и наносится очень легко. Сначала он такой достаточно подвижный, его можно подтушевать, растушевать, все что угодно с ним сделать очень легко. Но буквально через секунд 30-40 он застывает так, что его потом даже мылом с руки смыть достаточно проблематично. Поэтому мне очень, конечно, нравятся эти карандаши за их качество нанесения. Они мега мягкие, для глаз они прям в самый раз и стойкость у них, конечно, выше всех других карандашей, которые я в своей практике могла использовать. Сразу тогда покажу еще один продукт, который я также приобрела в Корнере Никс у нас в городе. И это вот такая вот помада матовая. У меня вот такой вот достаточно нюдовый, но все-таки светловато-розовый оттенок. На губах ощущается очень комфортно. По носкости и по ощущениям на губах они очень схожи с моими любимыми помадами от Bourjois, которые я вам не раз показывала, стойкими матовыми. И действительно хорошо носится, нигде не трескается, не лопается. Она достаточно комфортна. Цена для такой помады, мне кажется, приемлемая. Еще одна покупочка из бюджетного была мой любимый гель для бровей от Artvisage. Его обожаю, всегда покупаю. Пока что еще не встретила для себя что-то сильно лучшее за там хотя бы похожую цену. Также я в Инстаграм уже показывала, что у меня появились вот такие вот тени минеральные от Valeride. Это пигменты, да, рассыпчатые, и они мне очень нравятся. У меня вот здесь есть пять оттенков для глаз и вот один вот этот вот оттеночек для бровей. Пигменты очень красивые, очень классные. Оттенки мне понравились все, я каждый могу использовать в макияже. Они держатся, они ложатся, они наслаиваются, они тушуются. В общем, все, что нужно от теней, они делают. И главное их, конечно, преимущество то, что эти тени совершенно безопасные, они минеральные. Как говорят многие, в них можно даже спать ложиться. Но я предпочитаю все-таки в косметике не ложиться спать, хотя минеральная косметика действительно безопасная. И создается она из природных минералов, в ней нет никакой химии, никаких там парабенов, ничего такого здесь нет. Конечно, всегда приятнее на свое лицо наносить что-то не только безопасное, да еще и полезное для кожи. И продолжая тему помад, я покажу вам еще три, нет, давайте, наверное, две, потому что с этой помадой от Эйлон Красный я еще как-то особо не разобралась. В других видео вам ее покажу. А вот эти две помадки от Wet n Wild я уже могу о них сказать. Вернее, об одной могу сказать, потому что вторая у меня не распечатанная. Помады Wet n Wild очень бюджетные, около 150 рублей, кажется. Ну, в общем, можете себе представить, что это очень недорого. И у меня вот этот оттенок Е912С, если это оттенок. Упаковка, конечно, как у Wet n Wild, да, у теней, допустим, чупопалочная такая, дешевенькая, хлюпенькая. Но сама помада по качеству хорошая. Это матовая линейка помад и качество хорошее. Немного подсушивает губы, но в принципе ложится без проплешин, без комков, ровненько, гладенько и смотрится на финише очень достойно. Но я прогадала с оттенками, я выбирала по каталогу. И для меня, мне кажется, эти оттенки немного тепловатые. Мне бы хотелось немножко более холодного потона. А они у меня такие рядом стоящие. Этот 912, а этот 915. Так, это Spiked Wire Run, а этот In The Flash. Короче, вот два оттеночка. И я их не стала даже распаковывать, потому что я уже поняла, что это не совсем мой оттенок. Я лучше подарю кому-нибудь прям в запакованном виде. Не мои цвета, а так по качеству помады очень хорошие. И продолжая тему теней, у меня еще также из вот таких вот рассыпчатых тенюшек появились тени от Bio Beauty. Bio Beauty, если... Да, я оставлю ссылочку под видео. Называются они Crystal Decor. Вот такая вот пирамидка из трех оттенков. Ну, девчонки, знаете, они стоят немало, а наносятся они вообще в полупрозрачные. Даже на самой хорошей базе они такие полупрозрачные. Я попробую как-нибудь снять макияж с ними. Для вот дневного какого-то, да, макияжа, такого суперлегкого, они, наверное, подойдут. Человек с ними не переборщит и не сделает из своего легкого дневного макияжа какой-то уходящий, да, вечерний. Но для меня это не совсем удобно, потому что я умею пользоваться и сильно пигментированными тенями, и мне проще сбить где-то об руку и положить столько цвета, сколько я надо, чем наслаивать, 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 и не иметь возможности получить в конце концов такой насыщенный оттенок, как, допустим, в баночке. Поэтому смотрите сами, если вы любите что-то суперлегкое, такое полупрозрачное, то они вам понравятся. Если же вы любите такой ядреный пигмент, то, наверное, это будет не для вас. Еще из теней в этом месяце взяла себе Maybelline Color Tattoo в черном оттенке, у меня его не было до этих пор, он под номером 60 идет, и я взяла его специально, я, кстати, даже его еще не открыла, взяла его специально для определенного макияжа, у меня есть задумка кое-какой макияж вам показать, и, в общем, моя любовь к теням Color Tattoo, я думаю, тем, кто меня смотрит, известно. И вот еще пополнение в моей коллекции. Еще один продукт сейчас покажу, он у меня появился совершенно не недавно, он появился у меня еще осенью, но я все не могла вам его показать, и думаю, что стоит о нем сказать, потому что стоит. Это вот такая вот водостойкая база для подтений от Гош, она идет вот в таком вот суперовом стике, это очень удобно, мне кажется, для теней, и она имеет белый цвет, и по нанесению на века она делает такую беловатую подложку, что очень классно для каких-то ярких макияжек, чтобы передать полностью чистый цвет теней. Она еще действительно водостойкая и очень-очень стойкая. Мне приходилось в свое время попасть под дождь с этой базой, и у меня, благо, еще была тушь водостойкая, у меня макияж вообще никуда не делся, хотя ливень был такой, как будто меня просто из душа шарко поливает. Это было в Сочи, там такие ливни проливные, дожди такие мощные, и да, она вообще показала себя на высоте, и я делала тест-драйв с водой, делала на нее обзор в блоге на Ермак.ру, и очень довольна этой базой, когда мне нужно такое вот что-то очень стойкое, или я, допустим, знаю, что будет там влажно в помещении, или я могу попасть под дождь, то я обязательно пользуюсь именно ей, и нет у меня никакого страха, что у меня где-то что-то поплывет. Из теней у меня также появилась вот такая вот двушечка от Эйва, внутри есть большое зеркало на всю поверхность, да, на всю крышечку, есть спонжик в комплекте, если кого-то это интересует, и здесь два вот таких вот оттенка. Мне для полноценного макияжа, конечно, этих двух оттенков маловато, но если сюда добавить еще какой-то более глубокий матовый коричневый, для того, чтобы затемнить уголочек и, допустим, проработать получше нижнее века, то получится отличный макияж, потому что тени по качеству хорошие, на базе никуда не скатываются, имеют красивые оттеночки, поэтому я могу вам их очень даже рекомендовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...